В Гомеле протягивается с устреча керавництва города с працованными коллективами. Сегодня завод станочных узлов наведал старшиня городского совета депутата Миколай Ковалевич. Об чём ишла размова, ведаются наши корреспонденты. Открытое акционерное товарыство «Завод станочных узлов» – один из буйнейших простовников машин обудовнейших Галины Беларуси. Причим, в нашей стране застаётся только около 30% выработанного. Остатняя продукция поставляется на экспорт в России, Украине, Украине, Балты, Казахстан, Сингапур и Вьетнам. На предприемстве кажутся, что сегодня на рынку станкобудования – вельми жёсткая конкуренция, тем больше важно выраблять конкурентоздольную продукцию. Завод станочных узлов – неодноразовый дипломант конкурсу «Лепшие товары Республики Беларусь». На предприемстве денеживают международные стандарты и проводится постоянный мониторинг по трубованию покупников. Прорабатывали эти рынки довольно-таки долго. В принципе, Прибалтика нас знает ещё с советских времён, Турция с советских времён. Ну и там, Сингапур, это для нас немножко новые рынки. Ну, пытаемся туда тоже пробиться. Стараемся брать качеством и брендом, скажем так. Наши станки уже имеют своё громкое имя. Мы, бывший филиал Московского завода «Красный пролетарий», который выпускал станки 16-20, вот на базе этих станков, по их разработке мы выпускаем эти станки. Устаршиня городского совета Миколай Ковалевич анализуя ход выконания, затвержденный у 2014 года, программы социально-экономичного развития Гомеля. Деяние этого документа завершается сё лета, а тому можно подвести по передней выники и погутарить об тем, что ещё необходимо сделать до конца года. Буддауниство жилья, занятость насильництва, створение новых прасовных местов. Уже зараз можно казать, что первоважная большесть запланованного будет выконана. Новая программа, пока не затверждена, але некоторые на керунке уже ведомые. У приватности это завершение буддауниства у сходного обхода, что удозволит не только вырошить транспортную проблему, але и узвести у Беросках новый жилый микрорайон на 200 тысяч жахаров. Плюс дальнейшее дуброупорадкование областного центра и открытие социально-значенных объектов на кшталт школ и бассейнов. В этом году мы открыли один бассейн возле центрального стадиона, в Белеце до конца года, а в следующие годы будем планировать бассейн Дельфин восстанавливать, или ремонтировать, или восстанавливать его. Также школу закончим в 21 микрорайоне, следующее будет в микрорайоне Хутор, это перспектива дальше. То, что людей волнует, конечно, хочется все сразу, но все зависит от финансовых средств.